Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и у нас на обзоре сегодня довольно-таки новенькая игрушка про Бен 10 «Мощное приключение». Эта игра выпущена на персональный компьютер, в отличие от многих предыдущих игр про Бен 10 по сериалу. Давайте с ней познакомимся. Итак, естественно, новая игрушка. Ох, я умираю от голода. Мы остановились поесть 20 минут назад. Ты называешь это едой. Давай, Бен, может, хотя бы попробуешь оценить уникальную культуру вокруг себя? Твоя двоюродная сестра права, Бен. Кто знает, когда нам снова достанется свежежаренное... В общем, может, чизбрукер звучит не так уж и плохо. А дедушка, ты снова забыл, по какой стороне дороги ехать? Упс, спасибо, Бен. У меня это станет получаться к концу нашего европриключения. Ого, что это было за вспышка? Ничего себе. Наверное, просто молния. В небе не облачко. Давайте проверим. Так быстро тараторят? Не успеваю за ними. Уф, хоть бы это не было очередной потрясающей исторической достопримечательностью. Оно пришло оттуда. Или туда. Что? Что это? Что это? Что? Хекс, Бен Теннисон. А ты здесь, чтобы сорвать мой блестящий план. Посмотрим, как ты справишься без помощи своих нелепых пришельцев. Что ты наделал? Чувствуешь себя побежденным? Представь, как ты будешь себя чувствовать, когда я найду остальные три кристалла силы. Обеднив их энергию, я буду неудержим. Тебе это не сойдет с рук Хекс. Бен, ты в порядке? Я в порядке, но мои пришельцы. Этот кристалл не шутка. Если он смог повредить омнитрикс, Хекс должен быть потерял это. Я никогда раньше не видел таких надписей. Может быть, там есть какие-то подсказки о кристаллах, которые он упомянул. Вот это завязка. Как всегда сразу. Так, Бен Теннисон. Обычный мальчик, который может превращаться в десять, там, в общем, различных пришельцев. А наконец-то можно не спешить. Смотритель Райан. Что происходит? Дерево упало. Достать аптечку. Лес в панике. Мы только что были на волосок от смерти, но все в порядке. Хорошо, хорошо, хорошо. Я Райан, смотритель парка Аграшегельского леса. Вы готовы заявить об этом инциденте? Конечно, Гвен, может ты проверишь эту дощечку в ржавом тарантасе, пока я делаю заявление? Хороший план. Отлично. Встретимся в моем домике, когда будешь готов. Так, появились новые задания. Нажми Escape. Так, в общем, вот, бегать. Ого, подождите. А управлять мышкой нужно как-то быстрее. Чтобы осмотреться, нужно немного сделать чувствительность больше. Так, это прыжок. Так, хорошая работа. R, чтобы воспользоваться самокатом. Ха-ха, класс. Прикольно. Так, перейти к следующей контрольной точке. А, так, сделаю чуть быстрее, а то как-то совсем медленно это делалось. А, так, дальше, перейти к следующей точке. То есть, у нас пока такое мини-обучение. А, еще раз. А, ну, в принципе, я же на самокате это могу делать, быстрее будет, да? Зих. Добежали. Так, следующая точка. А, вообще, а, вот, там, в домике. На самокате можно кататься где угодно. О! Монетки что, сами притягиваются? Прикольно, смотрите. Ха-ха. Прикольно. Сможно было по лестнице зайти, а можно так вот подойти, да? А, здравствуй, Бен. Я буду готов записать твою версию произошедшего через минуту. Как видишь лесное звере, он немного в панике. Мой звериный радар, я называю его Зверадар, показывает животных, бегущих из парка. Может, я смогу успокоить? Отлично. Не мог бы ты отнести эту кассету на радиовышку? Успокаивающие звуки лёгкого джаза должны сработать. Хм. Окей, вот только что такое кассета? О, парень, ну, может, наш другой волонтёр знает. Кевин, познакомься с Беном. Кевин? О, вы знакомы, отлично. Мы хорошо знаем друг друга, послушай, Бен. Я знаю, что мы не всегда срабатывались. Но Хекс и его кристаллы могут быть тебе не по зубам. Откуда ты знаешь? А всякий раз, когда ты наломаешь дров и будешь нуждаться в моей помощи, я буду рядом, чтобы протянуть руку. Или коготь. Задание выполнено. Спокойная трансмиссия. Выполняется задание. Так, то есть мне нужно... Куда? А, получается, нажав Escape, я могу посмотреть миссию и почитать про неё всё. Смотрите, Райан, нужна моя помощь в ситуации, связанной с животными. Мне следует пойти проверить. Так что, ладно, могу быстро туда спрыгнуть. Ого, вышка высокая. Ну-то она и вышка, да? Можно проехаться. Ох ты, блин. Вы поняли. Завалило сразу. Ладно, это проблема на потом. Для начала мне нужно добраться до радиовышки. Тут, интересно, можно ехать? Ха-ха, прикольно, можно по ступенькам ехать на самокате. Оригинально, конечно. Так, станция смотрителя. Поставили, типа, кассету, хотя там бобины, а не кассеты. О, там монетки вокруг можно пособирать. Опачки. Портал. Вау, портал. Ха-ха, я первый. Сказал. Эй, Вен, есть идея, что это здесь такое? Согласно моим энергетическим показаниям, думаю, это называется разлом бездны. Эти магические ворота, похоже, появляются по всему Аштрудельбеку. Это точно связано с Хексом. Раз ворота заблокированы, это, возможно, мой единственный выход отсюда. Я вхожу. Серьезно? А я еще монеты там не собрал. Э, тут же были монеты. Вот они. Могу перепрыгнуть сюда? Ха-ха. Срезал. Шок-рок может использовать свое электричество для включения и перезагрузки машин. Так, я вот вообще плохо знаком с Беном 10, но вот, надеюсь, после этой игры с ним подружусь, потому что, насколько я знаю, сериал популярный, игр, туча про него, как бы, но вот я как-то сильно не вдавался в подробности. А вот эта игра классно оптимизирована, а вот и человек огонь. А, довольно-таки новая. Если вы меня поддержите, буду почаще записывать, пройду все. Нажмите пробел дважды, чтобы прыгнуть повыше. Ничего себе. Ну, прям как в Марвелем стиле, да? О, а что это? Монетка. А могу я бить вот эти камни? Нет, не могу. Ладно. Конечно, про линия чуть-чуточку как-то вот мне не нравится. Ага, там тоже монетка, видели, под низом. Но лучше аккуратно все это делать. Вот еще один этаж. Так, стоп. А, я взял монетку? Подождите. А, вот. Можно так еще делать. А ну-ка, я сейчас проверю. Я ж видел отсюда монету. Да, взял все-таки. Просто оно так все быстро происходит, не успеваешь. Ха. А энергия у него заканчивается? Я думаю, нет. Пока нет. О, и нажимай. Ого, ого, видели? Сколько у него жизней. Целая куча. 45 монет. Отдают за них монеты. О, еще. А, видите. Если я его огнем жарю, то вот он. Ого, и так можно. Нормально. Нормально. Так, что дальше? Исследовать дальше, я понял. Кстати, можно наверх побежать, да? Не можно, а нужно, потому что других вариантов тут нет. А внизу там ничего. Да, чуть-чуточку управления поудобнее. Ну, его, в принципе, думаю, можно еще настроить. Хотя вот, как-то пока не совсем получается. Кюф, чтобы использовать свой огнеметатель. Типа спалить дверь. Обалдеть, класс. Так, бежим дальше. Можно туда, кстати, вот за монеткой, да? Ой, тихо. Главное не свалить. Интересно, есть какие-то сохранения здесь? Это мне как-то вот... Не люблю. Когда не сохраняется. Долго. Игрушка. После некоторых сложных игр это вот... Ой, блин. Вот только что чуть не упал. Не видел меня. Так вот, после некоторых сложных игр... Где там... Играешь целый час, не сохранился, потом раз и... Хм. Проиграл, в общем. Начинай заново. Ты у меня такой... Ой, ой. Оп, оп, оп. Стараюсь, чтобы сохраняться почаще в других играх. Так, монетки есть. Что, и все? Все, всего двое? Оп, тихо. Тут есть... Эти промежутки. Так, спалим ящики. Везде все каменные, а ящики на входе вот деревянные, да? Интересно. А, вот так можно же было, да? Ого, не понял. Все-таки... Залез. Ну, это первая, как бы, миссия. Ну, тут не должно быть супер-пупер чего-то сложного. Ну, как первая, то есть, не уже не первая миссия, ну, в смысле, начало самое, да? Блин. А, он вообще упал, все. Он лишил меня монетки. Открыл я проход, и... Открылся еще один портал, да? Отлично. Так. Давай быстрее. Ну, вроде как все, да? Ну, да. Десять инопланетных супергероев. А, мы оказались опять здесь. Ничего себе. Нажмите Tab. То есть, вот я могу превращаться прямо здесь, да? У него. Хорошая работа. И вот так, кстати, на входе, помните, дерево упало, да? Теперь я его смогу. Так. А, вот один. Два, три. Я понял. Так, быстрее, конечно, будет. Хорошая работа. Найди выход из района Сторожевой башни. Так. О-о-о-о. А здесь можно что-то вот палить, типа? А ну-ка. Походу, нет, наверное. Но мне, в принципе, это не нужно. Там монеток нигде нет по бокам. Тоже нет. Может, подпалить опору, сенсей, по вышке. Она сейчас завалится. Так, ну, логично. Вот я же тебе говорил вам всем. Деревья, да? Вот, я думаю, сами догадались. Я их спалил. Без него б я не спалил их. И вот двойные прыжки, получается, тоже я б не смог бы... Ого. Это как батут, да? Взять эти монетки. Интересно, он перепугается. Если увидит меня таким. Отличная работа, Бен. Это должно успокоить всех в парке. А, все прошло гадко. За исключением того дерева, которое повалилось прямо позади меня. Это происходит во всему парку. Я могу помочь с этим. Хорошо, в сарае позади есть пила. О, она мне не понадобится. У меня есть совершенная огневая мощь. Хе-хе. Есть, задание выполнено. Так. И награда 15 монет. Интересно, что за них потом брать? Задание выполняется. Чистка дороги. Пять деревьев. А вот, кстати, первая. Рядом, да? Вообще не проблема. А, честно, им я могу ездить на велосипеде. Что, на самокате? Нет, не могу. То есть, если поменяюсь, могу проехаться, да? Но это просто будет долго. Вот здесь смены все. Проще сам пробежаться. Тем более он такой парень. Ого, вы видели, что там? Может пойти разобраться? Не, не буду спешить. А то еще залезу, куда меня пока не просят. Игрушка по требованиям очень и очень слабенькая. Там буквально... Не знаю, сколько там. Даже не смотрел. Ну, короче, около двух их, наверное, занимает. Она даже меньше. А вот мир большой. Ни глюков, ничего вообще никаких нет. Ни единого. Там куча монет. И мир вот такой вот, немаленький. Переходы плавные. То есть, ну, может там где-то, конечно, графика. Не совсем супер-пупер. Хотя красивенькая. То есть, такая цветная. Вот. Теперь нужно вернуться. А для этого, кстати... А, я могу вот так срезать, да? Типа, хотел взять самокат. Там еще вот кто-то. Просто вот здесь монеток подбить. А почему бы нет? Имею право, да? На всех кустах можно прыгать, что ли? Отлично. Где-то еще были монетки. Вот они. Так, теперь можно проехаться быстренько. Еще быстрее. Меняюсь и... Ха-ха. Вот так. О, рад тебя видеть, Бен. Я уже начал успокоиться и собирался прийти тебя проведать. Не беспокойся. Я понял, в чем суть проблемы. Отлично. Пойдем внутрь и... Ой. Мои ключи. Эта проклятая птица каждый год гнездится поблизости и обязательно украдет что-нибудь блестящее для своего гнезда. Держись, скоро твои ключи будут у меня. Так, задание выполнено. Награда 15 монет. Верни ключи смотрителя Райана. Кстати, самое классное, что вот видите... Ой. Монетки опять появились. Я же их собирал, помните? То есть, видать, они часто восстанавливаются. Так. Классно, что вот задание указывается направление. Бывает, когда сложная какая-то игруха. То есть, тут можно... Блин. Почему так слабо? Можно там полчаса искать только куда пойти. Не говоря о чем-то другом. А здесь вот... Все указывается, только бери не хочу. Ха, раз и все. Можно яйцо взять. Ладно. Я не свинный из Angry Birds. Не буду воровать чужие яйца. Ха-ха. Пока все предельно просто. И довольно-таки интересно, согласитесь. А, у тебя получилось, Бен. Мне не стоило сомневаться в тебе. Ты не мог бы проверить только, что полученный мной звонок. Какой-то негодный представитель дикой жизни терроризирует посетителей парка в зоне для пикника. Для пикников. Предоставь это мне. Эти бандиты больше не будут воровать корзинки для пикника. Так, где, куда? А, съешь, чтобы повысить боевые силы. Батончик силы. Ничего себе, зачем? Иди мне его съесть. Так, давай, погнали быстрее. А, тут тоже рядом. Опачки, вот они, гады. Блин. А, для комбинированных атак используй... В общем, и так, и так, да? Так, раз, два. Короче, меня обучают, типа, да? Ага, все, получилось. Ну, то есть, нужно это изучать все. Ого. Короче, нужно мне все здесь расследовать. А нельзя самому там что-нибудь взять из сундучка? Из корзинки для пикника. Ого, сколько их. Деревяшки какие-то. А, нормально. Так. И у меня, видите, жизни восстанавливаются. Так, всегда будет интересно? А, все, типа, да, я выполнил. А? Так, ладно, давайте я быстро пособираю монетки. Я почему-то думаю, что будущие монеты пригодятся. Тут какие-то местные жители. Ого. Используйте контрол. Вы поняли, ничего себе. Обалдеть. У меня такого процедания еще не было. Ну, ничего, ладно. Поговорите с обеспокоенной парой. Ну. Раз такое дело. Слава богу, тебе удалось отплотнуть тех, кем бы они ни были. Если бы еще кто-нибудь остановил эту взрывную музыку, мы могли бы вернуться к нашему свиданию. Похоже, тебе хорошо дается разрешение конфликтов. Может быть, тебе удастся уговорить их быть потише? Это было бы героически. Мы уже забыли, что мне только что удалось победить. А, орду злобных монстров? Ха-ха. Ладно. Так, задание выполнено. Грабители корзин. Получил награду, да? А узнать, откуда играет музыка. Кстати, помните, вот там, в этой горе такой огромный темный проигрыватель. Вот как раз вот оттуда музыка и доносится, да? Вот монетка здесь лежит. Прикольно. Найдена безделушка. Значок леса. Хопа. Мне нужно внутрь зайти. Дедушка Макс. Макс любит крутить мелодии в качестве своей музыкальной альтер-эго. Диджей Джи. Какой-то там. Таинственная дверь, ведущая на секретный концерт. Попахивает неприятностями. Бен Деннисон пришел посмотреть на шоу единственного неповторимого диджея разрушительного звука. Лорд Децибел. Я забронировал тебе место в первом ряду, но оно тебе дорого обойдется. Как насчет миллиона долларов, эээ, евро? Я бы не потратил ни цента на твою музыку. Тебе удалось отключить мой омнитрикс? Как? С помощью простых звуковых манипуляций. Диджей мирового уровня, такой как я, настоящий мастер звука. Можешь бросать любимыми нотами, я все равно смогу остановить тебя. Это мой тур конца света. Я устрою самое крутое шоу во всем Штрудельбеке и запрошу за него немало. Любой, кто не заплатит, услышит особое звучание баса. А то все как менее децибел. Ха-ха. Так, тур конца света. Вы застряли на одном из концертов лорда децибела, чтобы выбрать, доберитесь до сцены. Хорошо. А как? Осторожно, наступив на гипноклетку, когда она горит, вы окажетесь под гипнозом. А, мне, получается, прыгать нужно, да? Ой. Пока не сложно. А вот и сцена. Преподайте децибелый урок и с помощью этого рычага отключите питание на концертной площадке. С помощью какого рычага? Я не вижу. А, ну вот. Ха-ха. Возможно, ты испортил настроение в этом зале, но это был только вступительный акт. Силач обладает самым мощным из ударов. Прикольно. Лучше держать ухо в астро с концертами лорда децибела. Он перестанет глушить, как только я появлюсь. Во-первых, мне нужно найти смотрителя парка Райана и рассказать ему о тех енотах, которых я нашел. Все, закрыто. Видите, добить обечатано. Ну вот, получается... А, видите, 11.15. То есть, это самый простой уровень, поэтому он такой легкий. А еще будет впереди 14, которые будут намного сложнее. Это смотритель? Ого, с каким-то мэром, да? Бен, мы повсюду искали тебя. А есть проблема поважнее енотов? Ох, не говори. Место для пикника кишело настоящими монстрами. А, я-то думал, что Струдельбек будет приятным спокойным местом для смотрителя парка. Привет, я Стефан. Приятно с тобой познакомиться. Бен, смотритель Райан сказал мне, что ты зарекомендовал себя очень полезным в парке. Мне докладывали о странной активности в нескольких районах. Почему бы тебе не открыть свою карту и посмотреть? Среди прочего, тут есть деревня Грашуэль, и я в ней работаю мэром, и мне действительно не помешала бы твоя помощь. Тебе нужно исследовать одно из трех мест, я прослежу за парком. Спасибо, смотритель Райан. Я сделаю все возможное, чтобы разобраться с этим. Задание выполнено. Ого, а дальше уже, видите, один километр. Расстояние, да? Ха-ха-ха. Ого, звонок. Привет, Гвен. Нашла что-нибудь на той дощечке? Я только начал расшифровку надписей, но думаю, здесь определенно напоминаются кристаллы. Но я не поэтому звоню. Дедушка сказал, что ему понадобится твоя помощь, а в ржавом тарантасе. Сейчас там буду. А, задание выполнено. Короче, у меня опять... А, есть какая-то карта? Ну как вообще карту смотреть? А, вот карта. Это текущее задание. Вот сколько миссий, да? Сложение листьев, тайная проверка, заперти снежный день, снять активных вот дополнительные действия. Целая куча. А где их тут смотреть вообще? На карте. Ничего себе карта. Вы видите какая карта? Ого. 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 Так, а я перепрыгну здесь, интересно? Должен. А, блин, мне ж нужно превратиться. Вот другое дело. Да еще и проехаться можно. Ой, тихо. Вставай. Вставай. Из-за руля. Эй, Бен. Похоже, ржавый торнтас сломался между молотом и наковальней. Пока я разрублю эту ситуацию, не помешала бы твоя помощь разжечь огонь и приготовить поесть. Звучит как что-то важное. А без проблем, дедушка. Много хороших дров вокруг парка. Ха-ха. А, вот они все дрова, да? Так, ну, думаю, я оставлю дрова на следующий уже обзор. Вот почему у меня это задание было сажение листьев там и так далее. А на сегодня с вами буду прощаться. Если вам понравилась эта игруха, ну, она, к сожалению, на компьютер, поэтому ссылочку я вам не дам на нее. А если что, то поддержите это видео своим лайком, комментарием. Ну, и постараюсь почаще ее записывать, если вам понравится. Все, друзья, пока-пока.